Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с бизнес-сообществом городского округа. Темой собрания стала ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Также предпринимателям пояснили условия работы в период пандемии. Подробности в сюжете. Невзирая на целый ряд ограничений, которые были в 2020 году и начале 2021 года, все-таки наш бизнес сохранил свое развитие. В целом мы не упали, благодаря тому, что наши бизнесмены достаточно активно ведут себя на рынках и в плане производства, и технологий, идет обновление. Чтобы выйти из очередного периода ограничительных мер с таким же результатом, власти округа обещают оказать бизнесу посильную помощь. Но сейчас первоочередная задача – остановить рост заболеваемости и тем самым вернуть жизнь в прежнее русло. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Московской области за номером 6 от 11.10.2021 года, в настоящий момент срок до 10.11.2021 года необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентам или однокомпонентной вакцины, а в срок до 10.12.2021 года вторым компонентам до 80% от общей численности работающих согласно пункту 1.1 данного постановления. В первую очередь под ограничения попадают в сферы бытовых услуг, общепита и розничной торговли. Работать в обычном режиме смогут только продуктовые магазины, аптеки, салоны оптики при наличии медицинской лицензии. Также в этот перечень вошли торговые точки, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости составляет более 30%. Не попали под ограничения магазины ритуальных товаров и похоронные бюро, а также киоски по продаже печатной продукции. Напомню, нерабочие дни объявлены в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября включительно.